История промышленности В каждой строчке которой написана судьба семьи, судьба рода, судьба страны В компании «Уралкали» за десятилетия ее существования сформировались рабочие династии из людей труда Для которых звание «калищик» является абсолютной ценностью Это те, кто, несмотря ни на какие общественные переустройства, были, есть и будут честью и славой предприятия Его гордостью – незыблемая основа его промышленной мощи и общественного благосостояния Не каждая компания может похвастаться династиями А когда династий много на одном предприятии, это действительно замечательно Это говорит, что компании доверяют, компанию любят, компания важна и компания ценна Когда традиции у человека, когда поколение смотрит на пример своих родителей, своего отца, своей матери Они уже с детства впитывают, они уже знают, что такое шахта, что такое фабрика, что такое производство У нас есть компраздинастии, которые начали работать еще первые тачки грунта Убирали для того, чтобы только создать целую уникальную калийную отрасль А сегодня их правнуки, четвертое поколение, уже работают на предприятии, прославляя компанию Есть и воспоминания тех первых основателей династии, которые трепетно вспоминали о том, как они работали Как они уносили огромный вклад в то, чтобы сегодня компания стала мировым лидером Токаревы, Емельяновы, Бережнова, Чечкина Общий трудовой стаж более 120 лет Четыре поколения, восемь человек Глава династии Иван Антонович Токарев 1907 года рождения Ветеран Великой Отечественной войны Участник Сталинградской битвы Уникальность этой династии в том, что в ней первым калищиком стал не глава семьи Который работал бригадиром слесарей на Березняковском калийном комбинате с 1952 года Основательницей стала его дочь Елена Ивановна Бережнова Она пришла на предприятие на 4 года раньше отца и проработала там 30 лет Я дочь Елены Ивановны, которая первая пришла работать на калийной У нас в семье не было принято, ну, тунеядничать будем говорить И после окончания школы я пошла учиться на вечернее и работать на первой калийной Где работала мама Елена Ивановна, где работала Галина Ивановна со своим мужем Где уже пришел, там потом работал и дядя Саша, мамин брат То есть мне это было, ну, как, я как домой пришла Вот именно это помогало нам, и мы чувствовали себя одной единой семьей Не только со своими родными, а прямо со всем предприятием И когда дочь там Екатерина Анатольевна решила там менять работу Мне, конечно, было очень приятно, что она пошла работать на калийной Я чувствовала, что, по крайней мере, наше дело живет, продолжается дальше Я пришла в Уралкали по конкурсу, то есть меня не привел там ни дедушка, ни бабушка, да, за ручку Я уже пришла с состоявшимся специалистом Мы же сейчас в первую очередь еще и за кадры бьемся, да, чтобы люди шли к нам работать Поэтому, когда идет уже такое вот воспитание из семьи Плюс еще, действительно, когда ребенка можно сводить в музей Показать ему, да, вот, твои предки, там, прадеды, бабушки, да, дедушки, родители здесь работали Ну, как-то вот, мы так скажем, ребенка приобщаем И мне, допустим, очень приятно, что у Уралкали этим занимается, вот таким вот приобщением Он, с одной стороны, и семья помогает, да, Уралкалию, с другой стороны, и Уралкали помогает семье в этом направлении Это однозначная инвестиция в будущее Ну, как правило, дети не знают, куда пойдут И поэтому, да, вот, как бы направляешь их И если действительно они найдут себя в этом, это будет очень хорошо Во-первых, это была хорошая школа жизненная, потому что, ну, окружали достаточно доброжелательные люди Я пришел в Уралкали сразу после института Учился по направлению от Уралкалия Благополучно закончил и пришел на первой калийной Специальностью у меня был инженер-механик химических производств И я, соответственно, по специальности отработал там пять лет на первом калийном Ну, мы воспитываем так, что все равно предприятие, это производство, любое, это часть жизни И так или иначе, она все равно интегрируется в семейное отношение Музей калийной промышленности – это неотъемлемая часть Уралкалия В новом веке стал не просто современной экспозицией, но и научно-исследовательским центром человеческой памяти Именно здесь фотографии из семейных альбомов, газетные вырезки, официальная хроника и сухие цифры отчетности превращаются в живую историю, которую можно потрогать руками и бережно передать следующим поколениям Он. Я собиралась ехать в деревню с родителями, а он сказал, пойдем в музей Булычевы, Стариковы, общий трудовой стаж более 150 лет, 4 поколения, 6 человек Глава династии Василий Прохорович Булычев, 1904 года рождения С 1933 по 1956 бурильщик и взрывник горного цеха Соликамского калийного комбината Награжден орденом Трудового Красного Знамени и высшей наградой Советского Союза орденом Ленина Почетный горняк Его дело продолжили дочь и зять Валентина и Виталий Стариковы А они в свое время передали трудовую эстафету своему сыну, который на собственном опыте убедился в истинности слов, что все дороги верхниками ведут на калийный комбинат Брезги, начальник Рудникова был, с отцом дрова пилили Ну, отца-то знал, подошел Это кто у тебя, говорит? Он говорит, да сын с армии пришел Он говорит, в шахту Отец, мать, я, жена, сын сейчас в шахте работает, старший А инструмент делали булличиков, коронки, буры Раньше все, комбайнов-то ведь не было Ну, были там, но очень мало Вот все, в основном, все вручные Вот инструмент для булличиков делали все это Вот 14 лет там отрабатываю, там ушел в порт Музей компании «Уралкалий» — это не просто архивы, стеллажи и интерактивные экраны Это место стало для многих калийщиков центром притяжения Куда они несут свои воспоминания И где можно собраться всей семьей Когда никто не откажется от встречи, ссылаясь на занятость или другие проблемы в наше скоротечное время Мы проводим дни династии Раз в два года у нас в музее проводится Мы объявляем через средства массовой информации о том, что мы собираем информацию о наших новых династиях Они ведь формироваться могут каждый день, эти династии И к нам приходят люди, приносят фотографии Мы, конечно, говорим о том, что династия — это три и более поколений Это те, кто работал на предприятии или сегодня работает в компании Самое главное, мы видим, приходит внук или правнук, сын, дочь, они гордятся Мы все знали, что дедушка там работал, и во время войны они работали И приходилось работать, конечно, много, по несколько смен подряд Мы как бы нам это все рассказывали в детстве Маланичевы, Пантелеевы Общий трудовой стаж — почти 250 лет Три поколения, восемь человек Глава династии — Николай Иванович Маланичев 1902 года рождения Он пришел на Соликамский калийный в 1933 году Когда основным транспортным средством в шахте была лошадь И начал свой трудовой путь конюхом Впоследствии он освоил несколько профессий И стал бригадиром слесарей Награжден орденом Трудового Красного Знамени И другими правительственными наградами Горный мастер первого класса Моя большая дружная семья Справа сидит моя мама Слева моя семья, дочка и муж Справа от мамы Мамины братья, то есть мои дяди Двоюродные братья и сестры Вы знаете, наверное, когда пришли работать Мы, конечно, тогда не задумывались А сейчас все-таки Слово «династия» Она подразумевает Какой-то более глубокий уже смысл Понимаешь, что уже все-таки Твои предки Твои родители И дяди работали на этом предприятии У меня был осознанный выбор Что именно я хочу получить Техническое образование высшее А не какое-либо другое И связать уже свою жизнь Вот именно с предприятием Я работал на Первом Колейном И вообще в системе Сильвенит Вот здесь директора С пятью директорами Вот, к примеру, начиная на Первом С Грымзиным Потом, значит, с Руновым Потом с Пеховым Потом Серебренников А Петр Иванович Это был у нас голова наша В целом Сильвенитов в то время Вот с пятью директорами работала Токаревы Общий трудовой стаж Более 160 лет Три поколения Девять человек Глава династии Григорий Петрович Токарев Устроился на Соликамской Калины В 1941 году Самый страшный год Для всей страны Просился на фронт Но так как он был обладателем Уникальной профессии моторист То руководство решило, что В тылу его труд важнее Он вышел на пенсию в 63-е года Порядка 38-40 лет он отработал Вот и начиналось с него поколение Когда был жив дедушка Да, мы собирались часто В основном это он нас собирал И бытовые вопросы И карьерного роста вопросы Все было В детстве я как-то не задумывалась о том Что я состою в большой династии Семи Токаревых И буду продолжителем этой династии Ну взрослеем же мы Интересы меняемся Видим, что вокруг нас Нас окружают Все родственники Работающие на предприятии В 1972-м пришел из армии Пошел в шахту сразу На первый калийный комбинат И до 60 лет Работал машинистом комбайна 10 лет на первом отработал И 30 лет на Новосоликамском И в 60 лет вышел на пенсию То есть работаю с 98-го года Рудники же это подземный город целый Это вот так с виду смотришь Здание, сооружение там наверху А под землей распускается Там же на самом деле Там целый организм Редактор субтитров А.Семкин Кривощоковы, Ванины, Гущины Общий трудовой стаж династии Около 500 лет Четыре поколения Двенадцать человек Это самая многочисленная И длинная трудовая династия Компании «Уралкалий» Ее основатель Петр Гурьянович Кривощоков 1902 года рождения Начал свою работу В 1930 году Во время строительства Первенца калийной промышленности страны Соликамского комбината А закончил свой трудовой путь В должности Заместителя директора по экономике Березняковского калийного номер один Он отец мой Отец, да В общем-то я Как устроился на Первой колейной Всю жизнь там проработал Где-то общий стаж Сорок шесть лет получается Вот моя трудовая книжка Пришел на Первый колейный комбинат В 1968 году И так до самой пенсии На Первом колейном Самому интересно Ну и детям показать Что вот, мол, живем Сергей Иванин Внук Здесь жена моя Здесь Александр Гущин Это из Гущиных Это Анатолий Иванин Зять Муж вот этого Кремвильда Петровны Диана Петровна И я Самая длинная Династия колейщиков Мы перелистнули Всего лишь Несколько страниц Обширного тома Истории Уралкалия Где рабочие традиции Сохраняются в семьях Передаваясь От отца к сыну От деда к внуку И нет в мире Лучшего способа Сохранить народную память Его мудрость И любовь К родному предприятию А следующее поколение Колейщиков Уже сейчас готовы Вписать свои имена В книгу трудовых династий Компании Когда человек новый Приехал на предприятие И видит, что Отец работает Мама работает Дети работают Значит, компании доверяют Значит, компания развивается Значит, в компании Что-то есть такое Я бы не побоялся сказать Что душа компании есть И в этой компании Стоит остаться И стоит завести здесь семью И в будущем Своих детей Устроить на это предприятие Я хочу Как мама Работать Лаборантом Он проверяет Соль Чтобы Качество было Хорошее Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин